Когда на дворе есть совсем не выкликая новогоднего настроя, то витрыны, упрогоженные гандлевые залы не дадут сомневаться тем, что свято уже близко. Во всех буйных крамах областного центра уже разгорнуты перед святочных гандаль елками, новогодними цацками и сувенирами. На некоторые товары обещают снижение гандлевых надбавок и отпускных цен. Минус 20% на новогодние елки. Выгода покупателей, например, на елке 150 сантиметров составляет 120 тысяч. На эту сумму покупатели могут приобрести себе еще вдобавок украшения елочные. Некоторые социально значенных товаров можно будет набыть в два раза тонней, чем звычайно. В этом списке, кроме продуктов харчевания, промысловые товары у тем лику одень из белорусского тракотажа. При этом, по мере наближения нового года, колькость акционных пропанов будет расти. Одной же из любимых с пожилцами послуг с году в год состоится так званный лист от Деда Мороза. Як и ранее, оформить заказ на его можно в любом отделении Белпошты. У залежности от подарунка, який прокладается до листа, кушт послуги вагается от 40 до 180 тысяч. С 23 числа у нас будут проводиться новогодние ярмарки. Это будет продажа непосредственно к Новому году, ближе к Новому году, кондитерских изделий, елок натуральных. С 23 числа начнут организовываться. Больше 130 ярмарок будет проводиться. Это повсеместно на территории Гомельской области. До початку працы елочных кермашов засталося два тыдня, але уже зараз лецказы Гомельской области готовы до оперодновогоднего гандлю. Усяго в области будут спрацовать каля 50 елочных кермашов. Шесть з них у областным центры. В минулом году было продадено каля 8700 древ. У гэтым же плануется продать, прикладно, у два раза больше. В любом случае заготовка идет текущая, то есть ели все поступают в торговлю свежие. То есть по мере необходимости будет проводиться вырубка этих елей новогодних, и они будут подводиться в торговлю, соответственно, для реализации. Но эти ели, они есть у нас в наличии, и они готовы для продажи. А кроме того, елку можно набыть, вернувшись у любое лесництво в области. Дарыча на Гомельщине их наличивается 177. Уже сегодня вядомые кошты на головный атрибут свята. Метровая новогодняя пригожоня обойдется минимум 75 тысяч. Двухметровая каля 130. Грунтовно-гомельские алясгасы подрихтовались и до встречи с елочными браконьерами. Уперед новогодние дни свою рейдовую деятельность узмоцнить отделы оховой лесу. За незаконную рубку в лесах первой группы, это вот, например, все леса Гомельского района, значит, штраф от 900 тысяч до 9 миллионов. В лесах второй группы до 30 базовых величин. При совершении ущерба в особо крупном размере уголовная ответственность. Разом с тем, лишь бы статистики, у пыльни на полтора ютюлочных браконьеров с каждым годом становится все меньше. Я ноюз разумела, сысти с лесу незауважным, навод за дно, елкой зараз практически немогчима. Лесные массивы обсталявались специальными фотопастками, які реагуют на рух, навод у темных часуток. А про спару мгнение у фотосдымки уже настали у супрацовника у милиции. Як вы снова купить новогоднюю пригожоню законно, обойдется прикладно у сто разу у тайней.